Двух часов не прошло, как будет мой отец? Нет. Прошло уже два-два месяца. Так долго? Финальная репетиция перед долгожданной премьерой в Молодежном. Новый сезон здесь начнут с Шекспира. Гамлета театральная труппа готова была представить еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть. Несмотря на систематические сдачи спектакля, премьеру актеры ждут с нетерпением. Есть не то что волнение, есть какая-то скука по зрителю. Мы соскучились по простым зрителям, непрофессиональным, потому что это абсолютно другое. И с удовольствием ждем встречи. К слову такого Гамлета барнольские зрители увидят впервые. Режиссер спектакля стала первой, кто решился поставить пьесу в переводе Михаила Морозова, чья интерпретация считается самой точной и прозаичной. Я думаю, что дело не в костюмах и не в технологиях, дело в прочтении. То есть когда спектакль убедителен, то он хорош. И тогда он рассчитан на очень широкую аудиторию. И поэтому я думаю, что любые поколения, которые придут на этот спектакль, не будут разочарованы. Планируемой рассадки в шахматном порядке не будет. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, главное – обработка посадочных мест и наличие масок. На входе в театр мы будем проверять температурный режим. Если есть такая температура, если есть, ну видим, даже, да, так вот зрительно видим, что есть какие-то недомогания, то с извинениями, с объяснениями, но, к сожалению, мы в театр не сможем такого зрителя пустить. И предложим какой-то вариант по выздоровлению прийти на другой спектакль, обменять ли билет или сдать билет. Это, в общем-то, на усмотрение зрителя. Кстати, новый театральный сезон для молодежного начнется и с новой техники. К премьере установили звуковое и световое оборудование, а в малом зале появился мультимедийный экран. Однако преуспеть получилось не во всем. В этом году театры понесли значительные финансовые убытки. Примерно четверть всего бюджета этих организаций составляют те деньги, которые платит зритель, когда покупает билет. И, конечно, ориентировочно с марта по сентябрь эти учреждения недополучили доход, ну, где-то более 45 миллионов. Надежда оправдать потерянное в этом сезоне у театров большая. Подготовлены спектакли, которые смогут заинтересовать барнаульцев разного возраста. Напомним, премьера «Гамлета» состоится уже завтра. София Иценко, Андрей Печоркин. День с толком.